Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. В понедельник, 10 января, в Самаре перекрыли движение трамваев по улице Галакционовской. Ограничения ввели на отрезки между улицами Вилоновской и Красноармейской в связи с необходимостью строительства станции метро «Театральная». Как будет ходить общественный транспорт вокруг площади Куйбышева? На что стоит обратить внимание автолюбителям, которые планируют ехать в центр Самары? В нашей студии Александр Ярополов, заместитель руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Александр Венедиктович, добрый вечер. Рад вас видеть. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Добрый вечер взаимно. Да, ну и, во-первых, со всеми прошедшими праздниками и со Старым Новым Годом, который неотвратимо на нас надвигается. Благодарю вас взаимно. Надеюсь, что мы его встретим хорошо, так же, как, собственно, встретили и предыдущие праздники. Первый вопрос. Мы сегодня будем говорить о ситуации вокруг площади Куйбышева, о ситуации на улице Галакционовской, о ситуации вообще вот с движением в этой части города. Без перекрытия трамваев по улице Галакционовской было невозможно обойтись. Вот ваша экспертная оценка. Давайте объясним жителям города, какие именно работы там будут проводиться, зачем они нужны и какую пользу они принесут городу, ну и всем нам. Как уже мы знаем, на участке от улицы Вилоновская до улицы Красноармейская по улице Галакционовской движение трамваев закрыто, потому что там, ближе к улице Красноармейской, будет осуществляться строительство непосредственно самой станции метро Театральная, которая дополнит нашу ветку метро еще одной станции, и метро будет ходить не до станции Алабинска, а до станции Театральной, практически до сердца города, до площади Куйбышева. В связи с тем, что там будут производиться работы по строительству самой станции, в этой связи необходимо было этот участок полностью закрыть, потому что там будут вестись серьезные строительные работы. Поэтому без закрытия этого участка, к сожалению, обойтись было нельзя. Это вынужденная мера, но она сторится и окупится, когда мы запустим новую станцию метро. Вот давайте, кстати, вот об этом поговорим. Вот станция метро, новая, которую мы получим, вот она что нам даст? Во-первых, какая она будет? Если я правильно понимаю, ведь там будет, ну, как бы новый современный такой транспортный узел, по большому счету. Давайте об этом поговорим. Самое главное, что мы сможем, повторюсь, протянуть метро до практически сердца города, до площади Куйбышева, откуда близко и до театров, и до самой площади, где мы, основное наше место, где мы проводим различные мероприятия, да. Сейчас там замечательная елка со всеми там всякими замечательными там детскими развлекательными местами, да. Катки хоккейные, там катки для катания и так далее. Город, старый город, центр притяжения и продление туда станции метро, это, конечно, большой плюс. И мы рассчитываем, что у нас и увеличится пассажиропоток на метро, и позволит более комфортно жителям, в том числе и безымянки, да, добраться до центра города. В том числе, ведь, смотрите, если от Алабинской не так далеко до Волги, до новой набережной, так ее назовем, да, то станция метро театральная позволит приблизить это метро к старой части набережной, да, к Струковскому саду. И я думаю, что это, ну, точно положительно скажется на улучшении транспортной доступности для тех, кому надо в центральную часть города и наоборот. Ну, по большому счету, вот мы сейчас работаем над тем, вот действительно, с моей личной точки зрения, очень важным делом, мы помогаем людям передвигаться по городу без личного транспорта. Вот в итоге мы работаем над тем, чтобы можно было приехать с безымянки, с юнгородка, что уж мы говорим про безымянку, чтобы с юнгородка можно было приехать в центр города, не используя личный транспорт или такси. То есть, по большому счету... Наверное, да. Есть такое, что существует там нехватка парковочных мест и так далее. И, конечно, более комфортно это приехать на метро, приехать, значит, с комфортом. Ни о чем не думать. Ни о чем не думать, да. Вы знаете, я, кстати, сейчас даже подумал, просто я сам житель безымянки, вот в этой ситуации, например, насколько было бы мне удобнее приезжать на площадь Куйбышева на елку и на каток. Совершенно верно. Я сел, приехал, погулял, получил удовольствие и, не думая ни о чем, собственно говоря, точно так же и все остальное. Кстати, вот в этой ситуации каким-то образом может начаться, скажем, развитие вот этих схем комплексного использования транспорта? То есть, когда люди могут позволить себе ритмично пересесть с автобуса на метро, с метро на автобус и так далее, с тем, чтобы вот как раз минимизировать вот эту необходимость езды на личном транспорте. Потому что были же ведь такие вот проекты. Я, наверное, так скажу, что пока, к сожалению, к сожалению, та инфраструктура дорожная, которую мы имеем, особенно в центральной части города, и эта дорожная инфраструктура сегодня не позволяет на большей части дорог сделать выделенные полосы для движения общественного транспорта, то ритмичность, к сожалению, наземного транспорта от этого сильно страдает. Мы это прекрасно знаем. Мы видим, как, например, на том же Московском шоссе, вот на участке уже от проспекта Кирова и дальше, где есть вот выделенные полосы для, например, движения автобусов, то там, вот на этом участке, реконструированном Московском шоссе, мы видим, и мы смотрим, и мы оцениваем это, что движение общественного транспорта, автобусного, в первую очередь, да, оно на этом участке уже становится более ритмичным. Конечно. Но не реконструируем, к сожалению, пока вот он стоит, к сожалению, в общей пробке. Поэтому вот в этой части, конечно, это удобнее будет, в том плане, что метро-то всегда ритмично ходит, но пока... Каждые 8 минут. Каждые 8 минут, да, совершенно верно, да, 12. Но, к сожалению, добиться такой же ритмичности от наземного транспорта пока нету. Но по объективным причинам сложно. Мне говорят, что у нас есть звонок в студии, давайте пообщаемся со зрителем и продолжим нашу беседу. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. Мне даже Надежда. Да, Надежда, слушаем вас. Вот все говорят о удобстве жителей Белемянки с метро. А если я живу в 7-м, в 11-м, в 15-м микрорайоне, у нас тут метро и не планируется. Увестили маршруты, которые ходят от нас. Как добраться до Зарца спорта, например, из наших районов. Или в цирк, например, попасть. Александр Владимирович, вот как быть 11-м микрорайон, 15-м микрорайон? Ну, то есть там, где метро и... Первое, значит, у нас из-за закрытия улицы Галакционовская движение трамвайных маршрутов после пересечения проспекта Ленина с Полевой смещается на улицу Арцебушевская. Если мы посмотрим длину трамвайного пути от пересечения проспекта Ленина с улицы Полевой до пересечения Галакционовской, Красноармейской, если мы едем старым путем или тем, который существовал до 10-го числа, и новым путем по улице Арцебушевская, то длина трамвайного пути, она больше всего лишь на 270 метров. То есть трамвай, следуя с проспекта Ленина налево на улицу Арцебушевская и до площади Куйбышева, он идет больше, ну, примерно на полторы, может быть, две минуты. Ну, в общем, разница практически... Да, с другой стороны, житель справедливо замечает, что, конечно, скажем, дворец спорта, цирк, может быть, Самарская площадь, она, лишившись трамвайного сообщения, да, и мы пока, на сегодняшний день у нас остается автобусное сообщение по улице Самарской, у нас остается автобусное сообщение по улице Молодогвардейской, мы уже две единицы автобусов прибавили на второй и 24 маршрут, и сейчас смотрим, если пассажиропоток будет увеличиваться, мы еще, значит, прибавим автобусов. Безусловно, определенные неудобства есть, которые связаны с чем? Первое, либо это сделать пересадку, да, ну, если человек хочет непосредственно подъехать поближе, либо, значит, это воспользоваться остановочными пунктами, там, на улице Арцебушевская и дойти до Галактионовской. Расстояние от улицы Арцебушевской до Галактионовской составляет 620 метров. Вы прям четко измерили. Да, это примерно, ну, 6-7 минут пешком. Ну, если не торопливо, 6 минут, да. 6-7 минут пешком. Безусловно, это неудобство, но оно временное. Это не неудобство какое-то постоянное, которое, значит, жителям нашим будет принесено. Это временное неудобство ради большой выгоды, ради того, что появится у нас новая станция метро и станет удобнее всем. Поэтому вот на сегодняшний день это так, да. Я предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. Уважаемые пассажиры, движение трамваев по Галактионовской закрыто. Будьте, пожалуйста, внимательны при выборе маршрута. Теперь это стандартное объявление для пассажиров трамваев, следующих по 5, 15, 20 и 22 маршрутам. С 10 января этого года Галактионовская в границах улиц Красноармейская и Вилоновская для личного транспорта, а также рельсового общественного закрыта. Ограничение связано с началом строительства новой станции метро «Театральная». Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Объезд уже осуществляется по улице Арцебушевской. Для спецтранспорта, машин скорой помощи, патрульной и пожарных служб оборудуют отдельные ворота для въезда со стороны улиц Рабочей и Вилоновской. Данная схема движения, поясняет в городском департаменте транспорта, является временной. В настоящее время специалистами профильного ведомства проводится мониторинг пассажиропотока с целью определения наиболее комфортных маршрутов для горожан, а также минимизации неудобств в связи с началом строительства новой станции метро. К необходимости проведения работ самарцев просят отнестись с пониманием. Это все-таки делается для нас, для самарцев. Будет удобно, когда здесь будет новая станция метрополитена, и мы быстрее сможем добраться в другую часть города. Для пассажиров, которые пользуются этими маршрутами, больших изменений не произойдет, потому что трасса трамвайная по Арцебургской всего лишь на 270 метров длиннее, чем по Галактионовской. По временному промежутку это будет стоять на одну, максимум две минуты. Временную схему организации дорожного движения вы видите на экране. Также с ней можно ознакомиться на сайтах администрации Самары и городского департамента транспорта. Станция метро «Театральная» станет последней на первой линии самарской подземки. Ее разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской, недалеко от оперного театра. Из-за устройства стартового котлова на будущей станции трамвайные пути на время демонтируют, затем вернут обратно. Сдать объект в эксплуатацию подрядчики планируют к концу декабря 2024 года. Александр Венедиктович, подробнее обсудим через несколько минут ситуацию вокруг площади Куйбыша. У нас есть телефонный звонок. Давайте поговорим со зрителем. Давайте поговорим с жителем нашего города. Вот телефонный звонок. Я как раз хочу задать вам. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Я говорю, я представляю. Давыдов Вячеслав Владимирович. Вы представь. Представь. Кто вы? Так вы же смотрите телеканал Налимов Ян Геннадьевич и Ярополов Александр Венедиктович. Может быть. Ну, может быть. Да не может быть, так оно и есть. Поверьте на слово. Я по телефону разговариваю. А, вы по телефону. Вы не около телевизора. Хорошо. Не около телевизора. Я просто хочу задать такой вопрос. Как добираться тем людям, которые работают в оперном, допустим, траме там и так далее, кто работает там и кто посещает посетительные спектакли. После 21 часа, если вам приходилось бывать в театре в том или в другом, сокращается количество транспорта. Люди стоят на остановку по часу, чтобы уехать оттуда из центра, допустим, в том микрорайоне. При Волоском или в пятнадцатом и так далее. Как это решить вопрос? О людях-то забывать не надо. Все это хорошо. Метро прекрасно, 24-й год. Но люди-то живые сейчас живут. Им забираться-то надо сейчас, ни завтра, ни через год. Как это решить? Надо решить вопрос грамотно. Чтобы если вы одну задачу поставили и хотите решить, то вторая задача должна перекрывать ее не в ущерб людям, не в ущерб, а именно в удобство. Ну что ж, давайте ответим. Я хочу сказать, что доставка людей из театров по окончании спектаклей, она никак со строительством метро не связана. Потому что, повторяю, трамваи вместо Галакзионовской ходят по Арцебуржевской, дальше они ходят по Фрунзе, дальше пятый трамвай с Красноармейской поворачивается на Галакзионовской и так дальше. Кроме того, и в театр драмы, и в театр оперы и балета по окончании спектакля подаются несколько автобусов различных маршрутов для того, чтобы развести зрителей по окончании спектакля. Это делается по окончании практически каждого спектакля. И, повторяю, в театре драмы, и в театре оперы и балета. Единственный вопрос, который сегодня встает, это удобное размещение автобусов, которые подаются к окончанию спектакля и оперного театра. потому что ранее они размещались на улице Галактионовской, примерно в районе улицы Рабочей. Сегодня, завтра специалисты Самара Автогаза вместе с специалистами департамента посмотрят наиболее удобное место с учетом чуть-чуть измененного трафика, где поставить эти дополнительные автобусы. Давайте продолжим говорить о работе общественного транспорта вокруг площади Куйбыша, ну вообще, скажем так, на этой территории. Вот что изменится, как это будет выглядеть, как это уже выглядит? Если брать именно площадь Куйбышева, то сегодня в связи с закрытием вот этого участка на Галактионовской для площади Куйбышева я бы сказал, что можно сказать, что не изменится ничего. Просто трамвай, повторяю, следует 5-й, 20-й, 20-й К, 15-й, значит, они идут вместо улицы Галактионовской по улицы Арцебушевской, дальше они поворачивают на улицу Фрунзе, на улицу Красноармейская. По улице Красноармейской одни маршруты едут до Фрунзе, 5-й трамвай едет до улицы Галактионовской, и, соответственно, доступность площади Куйбышева с улицы Красноармейской полностью обеспечена с трамвайных остановок. 22-й трамвай следует по улице Арцебушевская в своем прямом направлении, как он исследовал раньше. В обратном направлении он, поскольку не может ехать по Галактионовской, то он сделает дополнительный круг по городу, он поедет по Галактионовской, по Венцико, по Фрунзе и снова вернется на улицу Арцебушевской. То есть вместо возвращения по Галактионовской он сделает такую петлю по старому городу. Поэтому для жителей, скажем, того же 15-го микрорайона, кто пользуется 22-м трамваем, фактически мы даже продляем трассу следования 22-го трамвая вплоть до улицы Венцико. Вы сказали, что вокруг площади Куйбышева, по сути, не изменится. А где изменится, на ваш взгляд? На что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание сегодня на то, что вот это перекрытие, оно вызовет дополнительную нагрузку на дорожную сеть вокруг площади. То есть она вызовет дополнительную сеть, и мы ее тоже увидим, на улицу Красноармейская. Она вызовет дополнительную нагрузку на улицу Вилоновская. Она вызовет дополнительную нагрузку на улицу Молодогвардейская. Поэтому департаментом транспорта будут приниматься определенные меры по созданию более комфортных условий для проезда по этим улицам с тем, чтобы там не скапливались пробки для того, чтобы компенсировать потерю, скажем так, для транспортного сообщения вот этого участка по улице Галактионовская. Если я правильно понимаю, эта ситуация будет происходить в том числе потому, что там становится больше частного транспорта. Там становится совершенно верно, но как бы частного транспорта больше не становится. Он вернее туда перетекает. Он перетекает, да. То есть если мы могли проехать по улице Галактионовская, вот мы едем с вами по улице Галактионовская, мы доехали до улицы Вилоновская. Если мы едем в прямом направлении в центр города, то теперь мы вынуждены искать объездные пути, да. Мы вынуждены либо поворачивать направо и через Чапаевскую ехать, либо поворачивать налево через Самарскую. Либо сразу понимая, понимая, что до проезда прямого нет, то чтобы, например, добраться, ну, например, там до Троицкого рынка, да, или до пересечения, там, Галактионовская-Венцик, да, мы сразу должны или по Самарской ехать, или, там, например, по Молодогвардейской ехать и потом, там, по Чапаевской ехать. То есть сразу предполагать... Объездные пути какие-то искать? Сразу искать объездной путь. Что касается движения общественного транспорта, повторяю, то на сегодняшний день, кроме трамвайного движения по улице Галактионовской у нас автобусы не ходили. Поэтому движение автобусных маршрутов, оно как осуществлялось по вот тем улицам, по которым она осуществляется, так по-прежнему будет осуществляться. Единственное, что повторюсь, что сегодня внимательно мониторится эта ситуация, и в случае увеличения пассажиропотока автобусный транспорт будет добавлен для компенсации потерь тех пассажиров, которые пользовались трамвайами. Вот если говорить о движении частного транспорта, вообще как ситуация будет выглядеть? Что-то изменится, не изменится? На сегодняшний день планируется, повторяю, в планах сейчас рассматривается это и моделируется внимательно эта ситуация, для того, чтобы не образовывались пробки на улице Красноармейская, улице Молодогвардейская, рассматривается вопрос о запрете парковки на этих улицах. Надо обратить внимание. Если это случится, и если моделирование покажет, что это действительно поможет разгрузить вот этот трафик в часы пик особенно, потому что особенно тяжелый там трафик наблюдается в вечерний часы пик, не столько в утренний, а именно в вечерний час пик там наблюдается такой очень напряженный сегодня трафик. Вот на сегодняшний день моделируется эта ситуация, и повторяю, по улицам Красноармейской, улицам Молодогвардейской, там, где нет специально оборудованных парковочных карманов, значит, планируется запретить парковку транспортных средств. Ну, понятно. Для обеспечения проезда. Для того, чтобы движение было более ритмичным, чтобы не было вот этих пробок и не заставивался транспорт. Вот, кстати, а проехать в свои дома тем людям, которые там вот живут, не возникнет проблем, я имею в виду, на своем частном транспорте. Без дела есть возможность. Значит, в те дома, которые расположены от улицы Рабочей до улицы Вилоновская, то в эти дома заезды осуществляются с улицы Рабочей будут осуществляться и с улицы Вилоновской, поскольку с Галактионовской к ним нельзя будет подъехать. То есть они будут пользоваться заездами с улицы Рабочей и с улицы Вилоновской. Еще на участке для, опять же, вот этого обеспечения такого беспрепятственного заезда на улице Рабочей, на участке от Галактионовской до улицы Самарской мы тоже планируем запрет на парковку для того, чтобы въезды и выезды в домах были обеспечены должным образом. То есть туда можно будет только заехать и выехать, а там вот стоять нельзя будет, соответственно? На улице Рабочей мы планируем тоже, поскольку она на сегодняшний день сильно заставлена транспортом, то если, повторяю, для вот этих домов, которые находятся от улицы Рабочей до улицы Вилоновской, для того, чтобы заезд и выезд для них был комфортным во внутридомовое пространство, значит, для этого надо вот на этом участке тоже его разгрузить от стоящих машин. Что касается домов, расположенных от улицы Рабочей до улицы Красноармейская, значит, там на сегодняшний день есть определенные затруднения, мы сейчас над этим работаем. Пока на сегодняшний день для необходимости подъезда к этим домам, вот эти дома, повторяю, расположены от Рабочей к улице Красноармейской по улице Галатионовской, для жителей этих домов, пока на сегодняшний день, как временная мера, будет разрешен проезд через, с улицы Красноармейская, через въезд через ворота будет обеспечиваться туда подъезд к этим домам, сегодня, в дальнейшем, мы там подумаем о том, как это комфортно сделать несколько другим способом. Вот знаете, тогда подумала о следующем, вот если человеку нужно ехать в город, в центр города, вот в этот район, вы бы вот что ему посоветовали на личной машине? Я бы, честно говоря, посоветовал воспользоваться общественным транспортом, и сам часто, желая, скажем так, посетить различные места в центральной части города, я не пользуюсь личным транспортом, не пользуюсь автомобилем своим, поскольку определенные трудности с поиском парковочных мест сегодня существуют, да, и это общественный транспорт, а дальше наслаждаться нашим прекрасным городом, гулять пешком, значит, по нашей прекрасной набережной и так дальше. Поэтому я бы посоветовал в данном случае для тех, кто, отвечая на ваш вопрос, это на сегодняшний день воспользоваться общественным транспортом. А вы на каком общественном транспорте часто ездите? Вопрос сразу логичный. Да, я достаточно часто пользуюсь метро, я не так часто, но пользуюсь трамваями и реже езжу на автобусе. Ну, то есть, вот метро чаще всего, трамвай и автобус, это там, где можно встретить заместителя руководителя Департамента транспорта городского круга Самары. Да, то есть я и вижу те недостатки, которые наши граждане тоже видят. К сожалению, без них нельзя, вернее, без них надо, чтобы мы... Мы стараемся обходиться. Мы стараемся, да, неправильно я выразился, мы должны устранять эти недостатки. Мы их, к сожалению, видим, мы их видим лично, к сожалению, это присутствует, но стараемся, чтобы их было как можно меньше. А, кстати, если вот об этом, вот осталось 3 минуты, ну, вот достаточно кратко. Вот ритмичность движения транспорта, вот что сейчас делается для этого? Понятно, что сейчас сложный период, сейчас зима, слава богу, еще очень сильных снегопадов было немного, но они наверняка будут, к сожалению. Я, наверное, повторюсь, но... Что касается ритмичности, для того, чтобы добиться, добиться нужной ритмичности, нам нужно работать над устройством выделенных полос. Как для трамваев, так и для автобусов. Потому что без выделенных полос мы на сегодняшний день добиться этого не сможем. Потому что на сегодняшний день, насколько вы знаете, город Самара, он, наверное, лидер, по-моему, да, или один из лидеров по количеству личного транспорта на душу населения. Да, это правда. Да, он лидирует. Поэтому загрузка дорог, она, ну, наверное, даже где-то выше предельной на определенных участках. И все основные сбои, которые на сегодняшний день наблюдаются на общественном транспорте, это, первое, пробки, назовем это так, да. Второе, это, если мы берем трамваи, то, например, даже на существующих выделенных полосах, например, там, на Новосадовой, да, кто-то умудряется все равно заехать, там, встать поперек дороги и застрять. Да, хотя штрафы большие, кстати, за выезд на автобусную полосу. Второе, это, к сожалению, аварийные ситуации, которые возникают на трамвайных путях, и трамвай, он объехать не может, он вынужден ждать, пока участники аварии разъедутся после составления протокола. И вот когда примерно это может произойти? Потому что, как это выглядит, я, например, видел в Казани, там очень много, так сказать, выделенных полос для автобусов, но для автобусов, и когда туда приезжаешь, на самом деле, надо обратить внимание. Ну вот когда в Самаре, может быть, ну хотя бы что-то близкое? Очень кратко у нас осталось немножко времени. Планы такие есть. Планы есть. Мы на сегодняшний день определенные участки нашей дорожной сети рассматриваем в части обустройства выделенных участков. Может быть, там не с помощью каких-то, в первую очередь, наверное, надо речь вести о трамваях. Может быть, там не с помощью каких-то ограждающих конструкций, а, например, с помощью там разметки и так дальше. Понял, Александр Викторович, время программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо за интересную беседу. Я понял, что в ближайшее время мы все-таки увидим выделенные полосы для автобусов, соответственно, нам не понадобится личный транспорт. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время. Напоминаю, в нашей студии был Александр Ярополов, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации городского округа Самара. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя. До свидания.